здравствуйте дорогие друзья сегодня поговорим о гортензиях это потрясающие красивые кустарники существуют разные виды с разными окрасками есть так называемые белые гортензии которые имеют вот такие огромные шапки цветов есть гортензии розовеющие как вот эта метельчатая гортензия в конце лета она приобретает такой насыщенно розовый или даже малиновый окрас и есть еще разноцветные гортензии они относятся к крупнолистным у которых розовые и голубые соцветия вот спрашивают как можно изменить цвет этих гортензий как можно сделать более насыщенным цвет этих гортензий и для этого сейчас создано совершенно особое удобрение вот посмотрите под маркой бона форте продаются такие жидкие удобрения и они как раз нацелены на то чтобы сделать эту окраску более яркой и вот такое удобрение способно даже изменить цвет вашей гортензии как она применяется здесь все написано на упаковочке очень простая инструкция вот два таких колпачка можно растворить на 10 литровое ведро и подкармливать если вы берете например и опрыскиваете по листьям а гортензия очень хорошо впитывает удобрение именно листовыми пластинками то там норму можно снизить и как раз это тоже написано на упаковочке вы ничего не забудете очень хорошо усваивается это удобрение благодаря тому что она в жидкой форме то есть мы наливаем в ведро достаточно просто там размешать эту удобреница и все у нас она будет готова к работе и самое то главное что вот в такой растворенной форме и корни очень быстро усваивают тоже это удобрение но как я сказал и по листочкам тоже можно какая разница подкармливать под корень или подкармливать по листу но понятное дело что по листу экономнее будет расход да вот у меня этих гортензий очень очень много ну штук 15 а то и 20 уже я не считала специально и поэтому мне наверное легче опрыскивать по листу сейчас есть такие большие опрыскиватели надеваешь как рюкзачок и ходишь и опрыскиваешь все эти гортензии если у вас вот такие кустики скажем маленькие еще то расход там тоже небольшой и вы можете это подкормить под корень и тоже гортензии любят попить очень поэтому вот такая подкормочка под корень тоже будет очень очень хороша вот такую жаркую погоду конечно надо поливать вот одновременно и дайте эти удобрения применять их нужно начиная с весны вот чтобы добиться максимального эффекта применять начинать с весны когда вот только-только отрастают у вас вот эти молоденькие побеги и тогда вы именно добьетесь насыщенной окраски вот это удобрение еще называется для голубых гортензии это не значит что нельзя применять вот скажем для таких белых я убеждалась что вот когда применяешь такое удобрение еще больше становится вот эти соцветия по величине буквально вот футбольный мяч а если говорить о гортензиях метельчатых там вообще можно просто человеческой головой вот сопоставить это просто огроменные соцветия получается если кормить хорошими правильными удобрениями что касается голубых гортензии то иногда вот вы покупаете такую голубую и вроде бы в питомнике она была очень очень яркая да дорогие друзья там применяют вот такие качественные удобрения чтобы вам товар то подать в лучшем виде чтобы вам захотелось ее купить вот там продают именно с такими подкормочками дальше вы начинаете выращивать и смотрите что цвет меняется он не такой яркий он не такой чистый вот эта голубизна она проявляется именно с хорошими удобрениями вот берите для голубых гортензий теперь еще вот я сказала что можно менять цвет этих гортензий дорогие друзья вот тут давайте все точки надыра ставим потому что вот это гортензия метельчатая она не станет у вас голубой гортензии древовидная из белой тоже не станет голубой у них нет этого пигмента в генах а вот гортензии крупнолистная она может перекраситься из розовой в голубую тем более вот как бывает то есть у вас была заявлена в питомнике что это гортензия голубая а вы сажаете ее на свою почву и со временем видите что она перекраска перекрашивается в розовый цвет почему такое происходит а потому что в этой почве в вашей во первых кислотность немножечко не та а во вторых просто не хватает некоторых элементов питания и вот здесь вот бона форте содержит то что необходимо это соли алюминия и вот они как раз и дают эту насыщенную голубую окраску то есть вы когда начинаете подкармливать вы реально видите что у вас вот из каких-то ну сиреневых будем говорить там соцветий стал насыщенный красивый голубой цвет я совершенно ответственно вот это говорю потому что очень много лет хожу к своей приятельнице в ее сад там шикарный совершенно огромный куст этой гортензии и я вижу как он меняется в зависимости от подкормок вот ну проболела моя знакомая да не могла хорошо поухаживать и у нее часть куста стала розовым часть куста стала голубым видите а вот применяет она его чтобы добиваться вот этого голубого цвета с ранней с ранней весны как я сказала вот пошла вегетация маленькие побеги появились вот тогда надо не менее трех-четырех подкормок сделать именно весной и дальше с периодичностью 10-14 дней тоже при поливе вы можете добавлять это удобрение или как я уже говорила по листочкам опрыскивать еще какое удобрение очень удобное дорогие друзья тут растворять ничего не надо вы берете и вот с этой насадочкой проходите по своим кустиком и опрыскиваете вот эти листочки и они впитывают все что нужно это вот удобрение как я говорю для занятых и ленивых но некогда нам после работы чего-то там растворять вспоминать или читать эти нормы мы прошлись по своим кустам пшик 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 все сделали все счастливы и вы потому что долго не утруждались и ваши растения потому что они получили очень очень хорошую такую подкормку вот дорогие друзья знайте пожалуйста что сейчас есть такие чудесные удобрения они кстати сказать подходят и для некоторых других культур вот на этом удобрении которые вот с этой насадочкой с разбрызгивателем да здесь написано для гортензии и для рододендронов рододендроны это у нас еще их называют садовыми азалиями и вот тоже под пожалуйста по листу подкармливайте здесь есть сходные элементы питания которые нужны и тем и другим растениям и еще здесь вот особые вещества которые поддерживают окраску листьев тургор листа это очень важно для рододендронов вечно зеленых у которых именно вот такой красивый глянцевый лист если будете пользоваться этими удобрениями то вот будет очень хороший эффект для камелий тоже еще подходит для других вечно зеленых растений если таковы у вас имеется например самшит можете подкармливать этим удобрением видите какое оно замечательное опрыскивать нужно под вечер вот у нас сейчас уже дело к вечеру идет а еще у нас от забора вот здесь будет 7 так что у нас это удобрение как раз пойдет дело почему днем не надо опрыскивать то просто-напросто потому что вот эти капельки они на солнце на ветру очень очень быстро испаряется а под вечер уже другая влажность и эти капельки подольше останутся у вас солнышка палящего нет поэтому вот гортензия она как раз и возьмет все то что необходимо ну что ж дорогие друзья желаю вам вот таких чудесных гортензий сажайте их много не бывает вот эти гортензии метельчатые если будете подкармливать удобрением бона форте дадут вам более яркую малиново-розовую окраску если речь идет о гортензиях древовидных это будут огромные шапки соцветий но и если вы купили крупнолистные розовые или голубые то тоже насыщенная будет чистая окрасочка либо небесно-голубая очень красивая либо чистая розовая нежная окраска подкармливайте обязательно это удобрение еще очень полезно в том плане что а повышается зимостойкость растений ведь известно что гортензии крупнолистные они недостаточно зимостойкие их обязательно надо укрывать так вот с бона форта и еще зимостойкость ваших растений тоже будет повышаться все будут довольны и ваши гортензии потому что они сыты и накормленные и вы потому что у вас будет чудесное цветение вашем саду